Дальний Восток Может быть, часть наших денег, которая на Кипре и других офшорных зонах, к нам вернется, сказал Медведев. Премьер отметил, что в этом случае встанет проблема чрезмерного наплыва желаний, зарегистрироваться в новом офшоре, но ее можно решить с помощью законодательства. Будет ли он, этот наплыв, и реально ли действительно создать в России офшор, мы хотели бы узнать у нашего гостя Варат Пархаят. Говорят, какие-то технические сложности, будем надеяться, что мы его сможем включить, потому что юрист, который как раз по офшору мог бы нам рассказать правду. Во всяком случае, вчера это активно очень развивалась тема. Но дело в том, что пока будет создаваться офшор, дело долгое. Деньги нужны сейчас. Насколько я понимаю, во всяком случае, в нашей студии гости об этом много говорили. Есть уже определенная напряженность у реального сектора российской экономики. Сегодня, 22 марта, Ассоциация региональных банков России собралась на 15-ю Всероссийскую банковскую конференцию под названием «Банковская система 2013. Потенциал роста и сценарий его реализации». Среди обсуждаемых тем оценка макроэкономической ситуации и сценарий развития финансовой системы. Учитывая нынешние события, эта тема более чем актуальна у нас в студии. Сергей Дубинин, председатель наблюдательного совета Банка ВТБ, и Александр Хандруев, первый вице-президент Ассоциации региональных банков России. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Вам-то как внутренне комфортно в нынешней этой ситуации? Ну, я имею в виду как профессионалам, конечно. Вы понимаете, что, допустим, нужно делать, к чему быть готовыми? Безусловно. Да, конечно. Я даже пытался сформулировать какие-то предложения для кипрской ситуации, если мы говорим о них. А у нас в стране, в принципе, вот это влияние кипрской кризиса, ну, не будет сильно заметно для крупнейших банков. Может быть, какие-то более мелкие учреждения там большие суммы теряют и так далее. Но пока никто об этом не заявил. Поэтому это, конечно, не тот фактор, который может критически повлиять на ситуацию в банковской системе России. Я не могу не процитировать предложенный вами, как сообщалось в средствах массовой информации, план спасения Кипра. Ответственность, сказали вы, в состоянии банковского бизнеса должны нести в первую очередь те, кто принимал на себя эти риски, владельцы и акционеры. С этим трудно не согласиться. Вы сказали, что, во-первых, необходимо выделить группу кипрских банков, которые реально находятся под угрозой банкротства. Далее провести их национализацию, ввести управлениями временных международных команд-менеджеров, в том числе из России. Далее все вклады национализированных банков обменять на депозитные сертификаты разного достоинства. И они в дальнейшем могут получить рыночное обращение. Кроме того, властям следует создать собственный резервный фонд для проведения реструктуризации банковской системы. Вы это сказали почти сразу, как этот гром грянул. И к концу недели власти кипрские опубликовали программу, ну вот сейчас, во всяком случае, доходят ее отголоски, где, в общем, я так понимаю, близкие положения. Как вам кажется, в правильном направлении движутся они? Ну, они сейчас пока стихийно очень движутся. Я не знаю, читали ли они этот конкретный документ. Я его здесь оглашала, может, они меня услышали. Возможно, да. Но, во всяком случае, просто другого ничего не придумаешь. И, к сожалению, ситуации нужно сразу было отдавать себе отчет. А этого не было, по-моему, руководства самого Кипра, что сразу же они оказались выключены банковской системой. Это надолго. И, в общем-то, произошел дефолт. Можно разными словами это называть. Но правда. Да, ну вот реально в жизни это реструктуризация, это банкротство, которое потом следует, вот надо как-то исправлять. Поэтому начинается работа по реструктуризации, санированию и так далее. А дальше у них еще впереди, если не дефолт, то какие-то проблемы со своим бюджетом и с государственным долгом. Да, причем немало, я так понимаю. Меня другое удивляет, что вот та записка, которая подготовила Сергей Александрович, действительно очень профессиональная. И она основана на общемировой практике и опыте. Меня удивляет другое, что власти ЕС, которые предложили абсолютно дурацкий вариант, связанный с конфискацией вкладов населения, вот эти идеи не могли, по крайней мере, как бы предварительно обсудить. Потому что действительно иных рациональных подходов к решению кипрской долговой проблемы просто не существует. Не существует. Это знаете как, ситуация вот с этим предложением, она немедленно вызывает в память этот старинный анекдот. Ложечки-то нашлись, а осадок остался. Теперь, даже если не произойдет вот это введение одноразового налогообложения, доверие-то подорвано все равно. Причем плохо, что не только в общем к кипрской системе, а в целом к банковской, нет? Я бы, да, безусловно, потому что я не исключаю, что, допустим, банковская система других стран, проблемных стран, я не буду странно называть, да. Но южные, европейские, они сразу в памяти появляются, конечно. Они могут стать, да, объектом набега вкладчиков, и их ничто не остановит. Да, да. И, в общем-то, им попенять тут очень трудно. Так вот, а я никак не могу понять, не может же быть, чтобы европейские власти и коллеги ваши, банкиры, да, европейские, не понимали вот эту простую истину? Что-то движет же их? Банкиры понимают, не понимают политики. Да, я должен согласиться. А банкиры под влиянием? Я уверен, что это, в общем, немецкое влияние основано просто на том, что они готовятся к выборам. Им хотелось продемонстрировать вот такой какой-то победный вариант, когда они прижали там всяких нехороших, осевших в офшорах олигархов, и российских, и английских, и всех, кто уклоняется от налогов. Там обычно с офшорами там разбираются под лозунгом борьбы за сбор налогов. Не для того, чтобы конфисковать просто что-то, а именно вот закрыть офшор. И это, в принципе, они достигают. Они действительно прекратили функционирование кипрского офшора, и возродить его в этом виде будет очень трудно. Ну да. Александр, я очень хотела вам задать вопрос, но раз уж заговорил Сергей об офшорах, давайте. У нас сейчас есть связь с Радхаятом. У нас там Михаил Зимянин, управляющий партнером юридической компании ОМОН и СМИТ. Слышите нас? Михаил, слышите нас? Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, да, небольшие технические, да, техника тоже иногда выходит из строя, что поделаешь? Значит, про офшор-то расскажите нам, пожалуйста, вот эта история создания на Курилах офшорной зоны в России. Премьер предположил, что если принято будет решение о его создании, то трудно будет противиться наплыву денег. Вы бы как оценили эту ситуацию? Ну, мы уже подобные вещи проходили в 90-е годы, и мы помним прекрасно, что у нас была так называемая свободная экономическая зона в Ингушетии, которая давала существенные налоговые льготы, далее в Калмыкии аналогичная схема работала, и Венкия, если не ошибаюсь, Алтай. Поэтому, в общем-то, это не новая вещь, о которой вот уважаемый премьер сказал. Другой вопрос, что прошлые зоны, которые вот в 90-е годы существовали, они в основном работали только с местными деньгами. То есть, речь не шла о том, чтобы иностранные инвесторы как-то в эти зоны приходили. Внутренний офшор, да. Да, они, собственно, и не приходили, эти инвесторы. То есть, сейчас, насколько мы поняли из слов премьера, речь идет о привлечении иностранных инвесторов, и использовании этого пространства как международного офшора, ну, может быть, по аналогии с тем же Гонконгом, который вот существует у Китая и, по сути, является собой офшор. Нам кажется, что эта идея очень интересная, но, с другой стороны, упирается все в сложность реализации. То есть, должна существовать соответствующая инфраструктура, должно быть доверие у международных инвесторов к такой зоне. А островные государства, которые предоставляют подобные режимы, они обычно всегда имеют очень стабильное законодательство, достаточно прогнозируемую стабильную экономику, ну, вот, разве что Кипр подвел. А так-то, в общем-то, это, как правило, респектабельные юрисдикции с хорошей системой, хорошей судебной системой, с хорошей правовой системой, и достаточно, так сказать, заслужившие доверие, ну, что называется, десятилетиями в глазах иностранных инвесторов. Поэтому, я думаю, что все будет очень сложно с точки зрения реализации. Хотя сама по себе идея, она, безусловно, интересная, и, так сказать, если бы ее можно было бы легко реализовать, конечно, это было бы замечательно. А вы видите, как специалист в России, некий регион, в котором быстрее можно было бы подойти к созданию подобной зоны? Нет, внутри России однозначно региона не вижу, просто есть чисто страновые проблемы, да, то есть есть, во-первых, сама по себе Российская Федерация, она имеет, так сказать, определенные экономические интересы международные, и вряд ли, так сказать, инвесторы сочтут возможным размещать свои капиталы и как-то оптимизировать налоги через вот такого вот глобального игрока. Потому что, когда речь идет об офшорных зонах, как правило, это какие-то небольшие островные государства, ну, разве что вот исключением может служить тот же вот Гонконг, упомянутый, когда действительно имеет отношение к какой-то крупной мировой державе. И то, в Гонконге исторически сложилась эта офшорная зона, она насчитывает, наверное, десятилетия, и как бы она уже заслужила, завоевала доверие, что называется. Ясно, Михаил, спасибо огромное. Вы согласны с этим? Да, согласен полностью, и я бы не стал вот таким словом просто офшорную зону создать. Можно, добыть, в низконалоговую, да, там, какую-то юрисдикцию специальную, да, ну, офшорную, так говорить сразу. Специальная экономическая зона? Да, специальная экономическая зона. Это более разумный термин. Ну, и потом абсолютно правильно сказал собеседник, что глобальные игроки, вот, они, как правило, у себя, ну, правда, в штате США, да, 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 штат есть. Но там тоже, это, по-моему, все-таки низкая налоговая юрисдикция штата, да, вот, но не является офшорную зону как таковой. Как таковой. Да. Конференция сегодняшняя называется «Банковская система темы. Банковская система 2013. Потенциалы роста и сценарии реализации». Каков потенциал роста у российской банковской системы? Ну, потенциал роста очень большой. Он определяется, во-первых, возможностями экономики, да, если был бы приток инвестиций, и модель экономического роста была бы немножко иной. Это определяется размерами капитала, потому что в случае увеличения капитала, даже при условии, что сейчас Банк России вводит достаточно жесткие потенциальные требования, что, кстати, абсолютно обоснованно. Вы согласны с этим? Да, и большинство банковского сообщества соглашает. Вы согласны тоже? Да, конечно. Вот. Поэтому потенциал большой. Вопрос заключается в том, какие сценарии реализации его на практике мы увидим. А вы какие видите варианты развития событий, варианты развития вот этих сценарий? Ну, варианты событий, это первое, самое главное, конечно, надо проделать работу по все-таки расчистке балансов. Потому что сегодня это прозвучало в одном из выступлений, что риски, недооценки качества портфелей, активов очень высокие. Потому что, понимаете, когда мы говорим, кредитуйте, 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 а кого кредитовать? На каких условиях кредитовать? И будут ли возвращены эти кредиты? Потому что если потенциал роста заключается в том, что он реализуется путем наращивания плохих портфелей, то это до следующего кризиса. Если мы нашу банковскую систему привяжем к Центральному банку и сделаем его кредитором, не последней, а первой инстанцией, то рано или поздно это кончится финансовым пузырем. Понимаете, надо понимать. Да, будет год хорошо, два года хорошо кому-то, не всем, да? А потом сразу всем уже плохо. Да, да, да. Будет хорошо не многим, а плохо будет всем, понимаете? Да, да. Есть ключевое, по-моему, понятие, два вернее, это доверие и риск. Вот, к сожалению, наша банковская система мала для такой экономики, как Россия. И наши крупнейшие корпорации обращаются не случайно за крупными займами за рубеж. Просто-напросто, ну так вот, вся банковская система России по своему объему активов и капитала, ну это один сети банк. Понимаете, вот сопоставление. И у нас, к сожалению, очень небольшая и емкость вообще рынков финансового. То есть наши собственные сбережения вот уходили, как известно, за рубеж, в том числе и на Кипр, и только оттуда возвращались в виде инвестиций. А нам нужно получить такую степень доверия к своей финансовой системе, и в частности к банковской, чтобы эти сбережения здесь, внутри страны, трансформировались в инвестиции. И через кредиты, и через облигационные займы, и просто как там продажа акций и так далее. Это вот задача вообще фундаментальная. Если мы говорим о международном финансовом центре, как о цели, то прежде всего он должен обслуживать не только вот внешние какие-то сделки. Он должен обслуживать нашу собственную экономику и страну. А, к сожалению, опять же, наш же бизнес не доверяет. Вот в этом и есть проблема внутреннего климата. И здесь помимо рисков, о которых совершенно справедливо Александр говорил, то есть рисков на заемщика, тут возникают риски как бы на экономическую систему. Да, они переоценены. У нас неплохая экономическая ситуация в стране. Макроэкономические показатели очень приличные. Но доверия, видимо, нет. И вот, возвращаясь к идее любой офшорной или низко налоговой зоны, мы сталкиваемся с тем, что люди просто элементарно не доверяют собственному суду. Для чего они идут? На Кипр или в другую какую-нибудь юрисдикцию? Для того, чтобы судить их стали арбитражные суды в Лондоне. Да, по английскому праву. Кстати, в Гонконге, там так и сделано. Там до сих пор суд происходит не в Китае. И с этим Китай спокойно мирится. Так что мы на Сахалине или в Вадивостоке введем... Антосаксонскую систему праву. Вот как это должно выглядеть? В Гонконге левостороннее движение. Пора и нам водить на Дальнем Востоке и левостороннее. Оно уже почти там введено по факту. Еще проблема вот тех старых зон, я сам как бы упоминал тоже Калмыкию в каком-то интервью. Но ведь там проблема сразу возникла как раз недобора налогов. Тогда очень острая ситуация стояла для бюджета российского. И закрывали зоны эти для того, чтобы просто-напросто не было ухода от налогов. Сейчас это надо было бы все отработать очень подробно и может быть дать эти налоговые льготы. Но тогда надо понятно, что за это берет на себя. Какое обязательство тот, кто регистрируется в этой зоне. Да, с налоговым льготным положением. Вот это четко отрабатывать надо. Я еще хотела тогда вернуться, вот если вернуться к банковским, чисто банковским проблемам. И продолжить разговор о доверии, вернее недоверии наших же и корпоративных, и физических вкладчиков к российской банковской системе. Как вам кажется, вот сегодня российские банкиры научились, уж простите, но в общем из крайности в крайность бросаться. Потому что то мы кредитуем всех, главное, чтобы нам кредитовать, потом ой, мы не кредитуем вообще никого, потому что беда случилась. Мы только берем депозиты, надувается депозитный пузырь. Теперь, в общем, непонятно, некоторые опять кинулись в кредитование, некоторые так и не кредитуют. Реальный сектор сложно, насколько я понимаю, кредитуется, а ПК совсем плохо кредитуются. Особенно небольшие предприятия. То есть длинных денег мало. Ну, тем более сейчас в этом году кризис в сельском хозяйстве. Да, да, да. Вот в этом же тоже, в этой позиции банкиры должна быть стабильность. Ну, сейчас банки продолжают находиться в поисках оптимальных стратегий. Есть стратегии крупных игроков, есть стратегии региональных банков. Но вот что мы сейчас наблюдаем, то мы видим, что фокусируется интерес банков на кредитовании населения, как он высоко доходный, хотя с вами сейчас большие риски. Вот уже по платежным картам просрочка превысила 12%. Это много, это много. По кредитам, по платежным картам выданными. Второй фокус – это кредитование малого и среднего бизнеса. И третий фокус – это вот платежные расчетные операции, которые банки проводят. Не обязательно связаны с какой-то там отмыванием денег. Нет, это легальная, нормальная банковская деятельность и так далее. И я хотел бы тут поддержать Василия Константиновича относительно того, что действительно у нас инструментов фондового рынка очень мало недостаточно. И вот в частности и препятствиям на пути к кредитованию крупных заемщиков, является, во-первых, конечно, величина капитала в банках, но еще и то, что у нас как бы институт синдицированного кредитования в силу низкого доверия банков друг к другу, в том числе, не получает развития. Но тем не менее мы видим, что вот кредитование банками продолжается, вы не думаете, но фокусе все-таки это население и малые средние предприятия. Хотя и юридические лица, крупные компании, конечно, у крупных банков получают кредит. Но темпы очень небольшие. Центробанк-то в надежных руках теперь? Я считаю, безусловно. Во-первых, надо отдать должное и Игнатьеву, Сергею Михайловичу. Его работа замечательная, особенно она показала себя с положительной стороны во время кризиса. Кудрина и Игнатьев фактически вытащили ситуацию, которая могла привести как раз к падению банков по принципу домино одного за другим. И тут воздать должное. У нас, к сожалению, из, ради бога, извините, время заканчивается на Биулина. На Биулина это правильное решение, которое нам понравилось, что и обещал нам Вадимир Владимирович. Свои сладости, неожиданные предприятия. Поддерживаю, поддерживаю. Прекрасно. Спасибо вам огромное. Сергей Дубинин, представитель наблюдательного совета Банка ВТБ, Александр Хандруев, первый вице-президент Ассоциации региональных банков России, были у нас в гостях. Я Мария Истрова, смотрите РПК.